Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Я ждал вас и верю, что сегодня вы узнаете Слово Божьего что-то новое, такое, о чем вы еще не слышали. Сегодня мы начнем с первой главы 2 Тимофея. Мы говорим о том, как выжить и добиться успеха в любой ситуации. А лучший пример выживания в экстремальных условиях описан как раз-таки во 2 Тимофею, которое было написано в 67 году. И это очень важно, потому что в 64 году император Нерон отдал приказ сжечь один из районов Рима, который он затем собирался реконструировать и назвать Нерополис в свою честь, и где он планировал построить себе огромный золотой дворец. Что он и сделал. Но стоило ему начать реконструкцию и сделать себе такой шикарный подарок, как по городу тут же поползли упорные слухи, что зачинщиком пожара, который уничтожил практически весь город, был он сам. И когда он понял, что его жизнь висит на волоске, он начал искать козла отпущения, того, кого можно было бы обвинить в поджоге. По ряду причин, о которых мы уже говорили в наших прошлых выпусках, его выбор пал на христиан. Посмотреть другие программы из этого цикла вы можете на нашем сайте. Уверен, что это поможет вам еще лучше понять историческую подоплеку Нового Завета. Между тем, с 64 по 67 год, в период написания второго послания к Тимофею, церковь подвергалась яростным преследованиям и ожесточенным гонениям в связи с событиями в Риме. Во всех крупных городах Римской империи, включая Ефесскую церковь, пастором которой был Тимофей, верующие на себе ощущали отголоски этих гонений. В этот период Тимофей сталкивается с действительно серьезным кризисом в своей церкви. Те, кого он считал своими преданными сторонниками, оставили его. Он столкнулся с саботажем и дезертирством. «Любовь любовью, а жизнь дороже», — говорили они. «Мы, пожалуй, пойдем». Церковь, которая еще недавно росла и умножалась, пришла в упадок. Кроме того, Тимофей понимает, что ему вряд ли удастся оставаться неузнанным, а это значит, что он и сам может умереть мученической смертью. Он очень хорошо это понимает. И будучи окончательно доведен до отчаяния, он пишет письмо апостолу Павлу, в котором он, предположительно, просит его о помощи и рассказывает ему о своих трудностях. У нас есть все основания так думать, потому что второе Тимофею — это и есть ответ Павла на его отчаянное письмо. Читая послание Тимофею, мы видим, что Павел затрагивает все то, о чем написал ему Тимофей. И мы знаем, что Тимофей охвачен страхом. Откуда нам это известно? Потому что в 7 стихе 1 главы написано, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и здравомыслия, целомудрия». Где слово «страх» или «боязнь» — это греческое слово, которое описывает «трусость». Страх заставляет вас пускаться на утек, вызывая желание спрятать голову в песок и делает из нас труса. Причем дух трусости подступил к Тимофею так сильно, что в 8 стихе 1 главы Павлу пришлось убеждать Тимофея не стыдиться Господа. Вот послушайте, о чем он пишет во 2 Тимофею 1.8. Здесь сказано, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога». В переводе с греческого выражения «не стыдись» означает «запрет». А значит, у Тимофея уже возник соблазн испытать чувство стыда, что он уже начал стесняться свидетельства Господа и своих отношений с Павлом. Он был обеспокоен своей дружбой с Павлом еще и потому, что в это время Павел находился в римской тюрьме, как один из основных подозреваемых в организации Великого пожара Рима 64-го года. И Тимофей знает, что если он и дальше будет хранить ему верность, то это может стоить ему жизни, ради сохранения которой Тимофей готов предать Павла, а похоже, что и Господа. Потому что в 8 стихе Павел обращается к нему и говорит «не стыдись Господа». По сути, он запрещает ему это делать. Это можно перевести так «перестать стыдиться Бога». Вот настолько сильно Тимофей был движим духом страха. От страха человек теряет рассудок. Страх парализует доводы здравого смысла, уступая место бурной фантазии. «О, что теперь будет?» «Что он не скажет?» В этот момент ваш разум и воображение начинают управлять вами. Павел пишет, что это дух страха. Но в 7 стихе 1 главы Павел говорит, что Бог не дал нам духа боязни или страха, но силы, любви и самообладания. Дух страха оказывает на человека обратное действие. Когда вы живете в страхе, то вместо того, чтобы быть сильным, вы чувствуете бессилие. Вместо того, чтобы ходить в любви, вы чувствуете, что вы не можете любить, когда вы живете в страхе, то вместо того, чтобы быть спокойным и уравновешенным в своих мыслях, вы постоянно о чем-то беспокоитесь. Но как же мне избавиться от страха? Павел отвечает на этот вопрос и помогает Тимофею совладать со своими страхами. Если вы столкнулись с ситуацией, которая вас пугает, если у вас бурная фантазия, и вы живо представляете себе все то, что ждет вас впереди, хотя этого никогда не было, а возможно, что и не будет, но вы боитесь, что это непременно произойдет, то вами движет необоснованный страх. А в первой главе второго Тимофея Павел дает нам очень здравый совет. Вот послушайте, что он пишет Тимофею, этому молодому проповеднику, который охвачен страхом, начиная с пятого стиха. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». В первую очередь Павел напоминает Тимофею о его прошлом. И в частности он хвалит Тимофея за его нелицемерную веру, а значение слова «нелицемерное» мы с вами сейчас разберем. «Нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике». Слово «обитало» — это греческое слово, означающее «поселиться» или «проявиться в полной мере». Другими словами, их вера — это не просто некая религиозная доктрина, которой они придерживаются, но это живая, подлинная, растущая, активная вера, которая жила в них, или, как написано в синодальном переводе, которая в них обитала. Это была самая настоящая, живая, действенная вера. Также очевидно, что Павел был хорошо знаком с семьей Тимофея. В Деяниях 16.1 написано, что когда Павел впервые встретил Тимофея, тот жил со своими родителями, и в этот момент Павел знакомится с его семьей. А сейчас он обращается к Тимофею и говорит, «Тимофей, Божья верность досталась тебе по наследству, а причина, почему ты сомневаешься в своем будущем и испытываешь страх, кроется в том, что ты забыл свое прошлое. Давай-ка я тебе его напомню. Всякий раз, когда я вспоминаю о твоей нелицемерной вере, я в первую очередь думаю о твоей вере, которая обитала, жила и в полной мере проявлялась в жизни твоей бабушки Лаиды. Я знавал твою бабушку. Она была истинной верующей, и ее вера никогда ее не подводила. И такую же сильную веру она впоследствии передала твоей матери, Евнике. Твоя мама также была примером истинной живой, бесконечно растущей веры. Твоя семья служит ярким примером веры в действии, веры, которая служила им подспорьем и ни разу не подвела. После чего он говорит, «Вот почему я уверен, что точно такая же вера обитает и в тебе». Каждый раз, когда я читаю эти строки, я думаю о своей семье. Моя прабабушка была Пятидесятницей задолго до популяризации Пятидесятнического движения. В конце XIX века она проповедовала благую весть на территориях, населенных индейцами. Надо сказать, что благодаря своим молитвам веры она получила такую широкую известность, что люди с различными заболеваниями со всей округи обращались к ней за помощью. Она обладала недюжиной верой. Ее вера не знала границ. Она была настолько смелой и отважной, что даже отважилась поехать на освоение земель в Оклахому в 1989 году. У нее была дерзновенная вера. Она своими глазами видела ангелов и на себе испытала действия Божьей силы и защиты. То, что она пережила, поражает воображение. Она была не просто набожной. У нее была живая, действенная, бесконечно растущая вера, которая повлияла на всю ее семью. И она передала эту веру своей внучке, моей бабушке, у которой была живая, действенная, активная вера, такой силы, что она передала ее своим дочерям, включая мою маму. Моя мама с детства росла в атмосфере веры. Это было то наследие, которое она получила от своей бабушки и мамы, после чего моя мама передала его мне. И теперь уже моя жизнь наполнена живой верой. Это часть моего наследия, которое я счастлив передать своим сыновьям, которые служат Господу, и теперь я вижу, как они передают его нашим внукам, которые также возрастают в своей вере. Когда я смотрю на свою семью, я вижу пример Божьей верности, который является частью нашего наследия. Глядя на свою семью, Тимофей мог видеть Божью верность, которая была неотъемлемой частью его наследия. Когда нас охватывает страх перед будущим или перед теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся в данный момент, иногда нам будет полезно сделать паузу и оглянуться назад на свое прошлое и вспомнить, что все это время Бог был верен мне и моей семье. Вера еще ни разу нас не подводила и всегда выручала. Бог всегда был нам верен. Это часть моего наследия. И тот же Бог, который был верен мне в прошлый раз, тот же Бог, который был верен моей бабушке и маме или другим родственникам, это часть моего наследия. И теперь тот же Бог будет верен мне. Воспоминания о Божьей верности помогут вам устоять в сегодняшней битве. Но что, если я единственный верующий в своей семье? В этом случае вам выпала особая честь. Вы можете стать основоположником традиции веры в своей семье, той истинной, живой, действенной веры, которая обитает в вас и которую вы можете передать своим детям и внукам. А Павел называет ее нелицемерной верой. Как мы только что прочитали во 2 Тимофею 1.5, приводя на память нелицемерную веру твою, это очень интересное греческое слово «анхупокритос», состоящее из приставки «ан», которая придает второй части слова противоположное значение, и слово «хупокритос», от которого произошло слово «лицемер». Греческое слово «хупокритос» переводится как «лицемер». Но что означает слово «хупокритос»? Иисус часто употреблял это слово в Евангелиях от Матфея и от Марка. А наиболее яркий пример — это Марка 12.15, когда Иисус, обращаясь к фарисеям и книжникам, называет их «лицемерами», где слово «лицемеры» — это то же самое греческое слово «хупокритос». А откуда Иисус взял это слово и что оно означает? Позвольте вас спросить, что слово «лицемер» означает для вас? Что ж, давайте узнаем, откуда Иисус взял это слово и что это означало для Него. Детство Иисуса прошло в городе Назарет, неподалеку от которого располагался город Сифорис, родной город Иосифа, город, в котором жили бабушка и дедушка Иисуса. А поскольку Назарет и Сифорис находились в непосредственной близости друг от друга, Иисус мог запросто преодолеть расстояние из Назарета Сифорис, чтобы повидать своего отца за работой или погостить у бабушки с дедушкой. А в городе Сифорис был театр, в котором играли актеры. А слово «актер» происходит от слова «хупокритос». И это то же самое слово, от которого произошли такие слова, как «лицемер» или «лицемерие». Изначально слово «хупокритос» означало театрального актера. В те времена актеры меняли маски согласно своей роли. Каждая маска соответствовала определенной роли. А если им доставалась новая роль, то они надевали другую маску. А лучшей наградой служило всеобщее одобрение и зрительские овации. Они старательно вживались в роль, всячески подстраиваясь под своих зрителей, в стремлении сорвать аплодисменты и заслужить зрительские симпатии. И это именно то, о чем подумал Иисус, когда употребил слово «лицемера». Так что, называя фарисеев и книжников лицемерами, Иисус как бы говорит, «Ребята, я вижу вас насквозь. Я уже видел таких, как вы, раньше, на сцене. Вы меняете маски в зависимости от того, кто находится перед вами. Вы словно хамелеон меняете окраску, чтобы заручиться одобрением окружающих». То есть, фактически, это слово описывает театрального актера. Оно описывает того, кто носит маски, и кто умышленно создает некий образ, который не соответствует действительности. Один человек сказал, что оно описывает фальшивку, подделку, того, кто притворяется или жульничает, того, кто неискренен. В Новом Завете это слово имеет резко негативную окраску. И это именно то слово, которым Иисус в Марка 12, 15 охарактеризовал книжников и фарисеев, когда Он назвал их лицемерами. Строго говоря, лицемер — это человек, который создает о себе некий ложный образ, ложное представление, образ, который не соответствует действительности. Это неискренний человек, жулик, мошенник, аферист. Он ведет себя неискренне, словно актер, который играет свою роль, чтобы заслужить похвалу или овации публики. Причем это настолько ругательное слово, что в послании к Римлянам 12, 9 нам предписано любить, не притворяясь. Это то же самое слово хупокритес. Не спешите надевать маску и делать вид, что любите. Ваша любовь должна быть настоящей, подлинной, искренней, непритворной. А 1 Тимофею 4, 2 указывает на то, что и среди проповедников встречаются лицемеры. Это лицемерные лжецы. Они говорят одно, но они не те, за кого себя выдают. Они создают о себе некий ложный образ, который не отражает их истинную сущность. Они надевают маску, создавая образ, который понравится зрителю. Их поведение, речь и внешний облик меняются в зависимости от того, на кого рассчитан их спектакль. Их отличает неискренность и фальшь. Вот что означает слово «лицемер». Тогда как в 5 стихе 1 главы 2 Тимофею Павел хвалит Тимофея за его неподдельную, искреннюю веру, что буквально означает «веру без лицемерия». Веру, в которой нет притворства, нет игры. Она настоящая. Что касается театральных актёров, то в первом веке к ним относились как к низшему сословию, за их неискренность. К ним относились с недоверием, потому что никогда не знаешь, говорит ли он правду. Как я и говорил, они постоянно перевоплощались. Жизнь театрального артиста состояла из череды бесконечно сменяющих друг друга декораций, ролей и образов. Они потакали любой прихоти в угоду своему зрителю. В этой связи их считали неискренними, двуличными людьми, хамелеонами, которым нельзя доверять. Выходит, что если бы Тимофей симулировал свою веру, то о ней можно было бы сказать, что она не настоящая, неискренняя, фиктивная, бутафорская. Но во 2 Тимофею 1.5 Павел пишет Тимофею о его нелицемерной вере. Это слово является антонимом слова «лицемерие» и означает «искреннюю, неподдельную веру». Можно сказать, что у него была искренняя, настоящая, подлинная вера. В твоей вере нет ни малейшего намёка на фальш. Она на 100% подлинная. И здесь Павел напоминает Тимофею о том, что вообще-то вся эта история началась не с тебя, а с твоей бабушки, которая была примером живой, крепкой и действенной веры. «Вера, которая обитала в ней, жила в ней, умножалась в ней, и не только у твоей бабушки, но также и у мамы». А в 5 стихе он пишет «уверен, что она и в тебе». По-гречески это означает, что в тебе умножается точно такая же вера. Она точно так же обитает и в тебе. Это та подлинная вера, которая живёт в тебе, наполняет тебя и умножается в твоей жизни. Тимофей, Бог был верен твоей семье раньше, и точно такая же вера, которая сопровождала их тогда, всё та же глубокая и искренняя вера движет тобой сегодня. Может статься, что твоё нынешнее положение вызывает у тебя много вопросов, а будущее пугает своей неизвестностью, но, похоже, ты забыл своё прошлое. Оглянись, посмотри назад, и вспомни всё то, что Бог совершил для тебя и для твоей семьи в прошлом. И воспоминание об этом послужит тебе подспорьем на данный момент. Вот почему в 6 стихе он продолжает и говорит, «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через моё рукоположение». Фразу «по сей причине напоминаю тебе» можно перевести с греческого так. «Я говорю тебе об этом, чтобы моё напоминание помогло тебе возгревать дар Божий, который в тебе через моё рукоположение». «По гречески слово «возгревать» означает «зажигать снова», поддерживать жизнь, разжечь огонь. А вместе это указывает на то, что огонь в жизни Тимофея начинает угасать. Угли начинают остывать. Страсть угасает. Почему? Потому что он живёт в страхе. А страх сделает всё возможное для того, чтобы остудить ваш пыл и лишить вас жизни. И здесь Павел напоминает Тимофею о необходимости расшевелить, разжечь едва тлеющие угли, чтобы пламя снова могло разгореться. Используй свой дар, чтобы избавиться от страха. Но как победить свой страх и начать служить Господу с новой силой, в полной мере используя тот дар, который вы получили? И здесь Павел отвечает на этот вопрос. Он пишет «по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий». Или, как мы только что прочитали, «Я напоминаю тебе об этом, чтобы ты возгревал дар Божий, который в тебе через моё рукоположение». Итак, если бы я сказал, что для того, чтобы возгревать Божий дар, вам нужно выучить наизусть чуть ли не всю Библию, то вы бы могли сказать, что у вас проблемы с памятью. Если бы я сказал, что для этого кто-то должен возложить на вас руки, то вы бы могли сказать, «А как быть, если рядом никого нет?» И это не лишено логики. Вы знаете, у любого человека всегда найдётся что-то, что мешает ему активировать Божий дар. А здесь Павел рекомендует нам сделать то, что нам всем под силу. Он говорит «вспомни». Я напоминаю тебе об этом. О чём? О той вере, которая обитала в твоей бабушке. Я напоминаю тебе о той вере, которая обитала в твоей маме. Я напоминаю тебе о том, что Бог был верен твоей семье. Это часть твоего наследия. Тимофей, остановись, оглянись, вспомни, как Бог был верен тебе в прошлом. Вспомни всё то, через что Бог провёл тебя вплоть до настоящего момента. Вспоминай, 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 что Бог исцелил тебя, освободил, спас, что Бог заботился о тебе. Вспомни все те моменты, когда Он защищал тебя и сохранил тебе жизнь. Вспомни всё то, через что Бог провёл тебя вплоть до настоящего момента. Я напоминаю тебе об этом. Чтобы эти воспоминания послужили тебе толчком, стимулом. Я на своём опыте убедился в том, что всякий раз, когда ко мне подступает страх, «Лучшее, что я могу сделать, — это остановиться, взять тайм-аут и погрузиться в воспоминания». Например, когда мы начали крупный строительный проект церкви и нуждались в огромных деньгах для его завершения. Бывали моменты, когда ко мне подступал страх. Признаться, нам было чего бояться. Нам в кратчайшие сроки требовались огромные деньги, и мы не знали, где нам их взять. Откровенно говоря, мне было чего бояться. Но всякий раз, когда дух страха пытался запустить в меня свои щупальца, я противостоял ему. Как я это делал? Я брал паузу и размышлял о том, что Бог уже сделал для меня в прошлом. Когда мы начинали строительную программу, и у нас не было денег. Когда нам срочно потребовались деньги, и я не знал, где нам их взять. И когда Бог позаботился о нас, я перебирал в памяти все те моменты, когда Бог чудесным образом восполнял наши нужды. А в ситуациях, когда мне физически угрожала опасность, то вместо того, чтобы думать об опасности, я брал тайм-аут и вспоминал аналогичные ситуации в своем прошлом, когда моя жизнь подвергалась опасности. Но Бог хранил и оберегал меня. Я вспоминаю все то, через что Бог провел меня вплоть до настоящего момента. И в этот момент я понимаю, что все не так уж и плохо. По правде говоря, то, через что мы уже прошли, намного хуже и серьезнее того, с чем мы столкнулись в настоящее время. И каждый раз, когда я сталкивался с трудностями, Бог был мне верен. Эти воспоминания укрепят вашу веру и придадут вам сил. Мне есть, что вспомнить. Вам есть, что вспомнить. И это то, что нам под силу. Интересно, что слово «помни» — это греческое слово «мнея», что переводится как «могила». И может статься, что для того, чтобы вспомнить, вам придется раскопать какие-то из своих старых воспоминаний, взять тайм-аут и освежить в памяти те воспоминания, которые давным-давно преданы забвению и похоронены под грудой текущих хлопот и страхов. Вам предстоит вернуться в прошлое и вспомнить. Но для начала вам придется хорошенько покопаться в своих очень старых воспоминаниях. И вы должны решить, что вы будете помнить о Божьей верности. Вот почему в Ветхом Завете Бог постоянно напоминает сынам Израиля о необходимости помнить дела Божьи. Почему? Потому что пока вы будете помнить все то, что Бог совершил для вас в прошлом, ваши сегодняшние проблемы покажутся вам намного меньше. И если Бог сделал это тогда, то очевидно, что Он сделает это и сейчас, а эти воспоминания укрепят вашу веру. Это как раз то, о чем говорится в 6 стихе. Послушайте. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Я напоминаю тебе обо всех этих чудесах. Я напоминаю тебе о том, что Господь был верен тебе в прошлом, чтобы ты помнил об этом, а всякий раз, когда ты будешь об этом вспоминать, твоя вера будет возрастать и крепнуть». Далее, в 7 стихе, Он подводит итог и говорит, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Бог не хочет, чтобы вы жили в страхе, но чтобы вы были свободны от страха и движимы верой, полны силы, любви и целомудрия. Наше время истекло. Поверить не могу, что уже всё. Для меня огромное удовольствие быть с вами. В заключение хочу напомнить, что если вам нужна молитва, то мы с удовольствием помолимся за вас. Воспользуйтесь информацией на экране. Сообщите нам о своих нуждах. И я уверяю вас, что мы с женой и вся наша команда будем за вас молиться. А в завершении разговора давайте вспомним слова Экклесиаста в 8.4, где сказано, «Где Слово Царя, там власть». И пусть Божье Слово высвободит свою силу в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Ваша жизнь похожа на сражение? Вы побеждаете или отступаете? Благодаря книге Рика Реннера «Снаряжённые для битвы» вы сможете одержать победу уже сегодня. Апостол Павел сказал, «Когда дьявол выступает против нас, мы должны быть готовы встать и сразиться с ним в духовной битве». Это означает, что вы должны быть полностью оснащены для сражения с врагом. Облекитесь в духовные доспехи и все оружие Божье. Нанесите врагу поражение. Будьте снаряжёнными для битвы. В книге «Снаряжённые для битвы» паста Рик отвечает на глубокие вопросы, разбирая места писания о духовных сражениях, которые ранее неправильно истолковывались. На примере доспехов римских солдат проводится параллель с нашим снаряжением для духовных битв. Вникая в это всестороннее исследование, вы научитесь облекаться во всеоружии Божье и поймёте важность положения каждой составляющей доспехов для победы над врагом. Из книги «Снаряжённые для битвы» вы узнаете, какое значение имеет духовное всеоружие, данное вам Богом. Не пропустите это специальное предложение. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org и скачайте эту книгу бесплатно. Одержите победу в духовной битве уже сегодня. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнёров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество всё дальше отходят от библейского учения и всё больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библию, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнёров помогала нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии, как единственного источника истины. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнёром и помочь нам нести библейское пробуждение всё большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наше видение, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краёв земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.